Всем привет! С вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного гроу-портала Game & Wars. Сегодня в выпуске. На Gamescom 2015 стала известна дата выхода Made in Magic Heroes 7. Появился премьерный трейлер Mafia 3. В Heroes of the Storm появится новая арена и три героя. Каждый желающий игрок Armored Warfare может наполнить танкопедию. Европейская версия Fatal Frame 5 получит демо-версию. На Gamescom 2015 стала известна дата выхода Made in Magic Heroes 7. Компания Ubisoft поведала о том, что премьера игры Made in Magic Heroes 7 произойдет уже в этом году. Если быть точными, то это будет 29 сентября. Стоит отметить, что уже на протяжении 12 лет серия Made in Magic Heroes задает свои стандарты жанру стратегий. Каждая часть серии сочетала в себе многогранность фантастической вселенной. В игре всегда присутствовал отточенный до блеска стратегический геймплей и была всегда четко проработанная ролевая система. Именно поэтому Made in Magic Heroes 7 не станет исключением. Ее сюжет затянет вас на долгое время и буквально заставит изучить этот прекрасный и удивительный мир. Благодаря фанатам серии были выбраны еще две фракции, которые будут вскоре добавлены в игры. Новыми фракциями станет Лига Теней и Лесной Союз. И напоминаем, что первая ЗБТ закончилась весьма успешно, поэтому уже 26 августа начнется второй этап закрытого бета-тестирования. В DLC The Taking King для Destiny грядут большие перемены. Уже 15 сентября в Destiny произойдут большие перемены, ведь продажу поступит дополнение The Taking King. Причем цена дополнения будет соответствовать цене предыдущего DLC. Но разработчики уверяют, что новое дополнение стоит этих денег. Кроме этого, компания-издатель Destiny на Gamescom 2015 привезла еще и свеженький триллер грядущего дополнения. И судя по опубликованному видеоролику, новое расширение сделает игру еще более увлекательной и динамичной. Но более важно то, что в новом дополнении изменится голос призрака, который выполняет работу главного помощника. Причем голос будет изменен во всей игре. Новым голосом призрака станет голос Нолана Норта. Кроме этого, в игре появится и новое снаряжение. А старое снаряжение из других дополнений можно будет выбросить, ведь его улучшить в The Taking King нельзя. Но разработчики уверяют игроков в том, что в игре будет еще больше снаряжения, поэтому каждый сможет найти для себя что-нибудь новенькое. Появился премьерный трейлер Мафия 3. Это свершилось! Студия 2K Games совместно со студией Хэннер представили всему миру самый долгожданный трейлер Мафия 3. Но к большому сожалению, он не слишком информативен. И все же кое-что узнать удалось. События игры происходят в 1968 году, а главным героем игры, судя по опубликованному видеоролику, станет некий Линкольн Клейн. Несколько лет этот человек провел во Вьетнаме, соответственно воевал там. В общем, война принесла ему лишь один урок. Семья – это не те люди, среди которых ты родился, а те, за кого ты готов отдать свою жизнь. Кроме этого, в трейлере засветился беловолосый мужчина, которым может оказаться тот самый Витас Калета из игры Мафия 2. Ни для кого не секрет, что многие фанаты ждали в качестве главного героя именно его. Но судя по всему, все может оказаться намного интересней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, основная игровая масса бурно обсуждает самые шокирующие новости с выставки Gamescom 2015. Но давайте на несколько минут прервемся от этого и вспомним о том, что Plants vs Zombies Garden Warfare – реально хорошая игра, и мы все ждем продолжения этой игры. Все-таки компания Electronic Arts старалась сделать качественный видеоролик. В любом случае, в опубликованном трейлере засветились новые режимы и парочка новых бойцов. Кроме этого, если вы сделали предзаказ этой игры, тогда сможете получить в качестве бонуса экипировку EN7. Бонус, конечно, не такой уж и впечатляющий, но явно качественный. Любому фанату Mass Effect он, несомненно, понравится. Что касается самого ролика, то в нем был продемонстрирован режим Yerbel Assault, который проходил на карте Moon Base Z. В Hero of the Storm появится новая арена и три героя. На Gamescom 2015 компания Blizzard Entertainment тоже не осталась в стороне, поэтому провела свою собственную конференцию. Причем речь пошла не о новом дополнении к World of Warcraft. Разработчики поведали о совершенно других планах. Речь пошла об игре Heroes of the Storm и о том, что в скором времени в ней появится. Компания Blizzard Entertainment сообщила о том, что они собираются в скором времени добавить целых три новых героя и еще новую арену для битв. Герои в игру прибудут из самых разных вселенных. Монах по имени Каразим из вселенной Диабло. Легендарный Роксар со своим мишкой из вселенной Warcraft. А православный Артанис из вселенной Starcraft. Что же касается новой карты, то ею станет место под названием Оскверненное Святилище. Создается карта по мотивам игры Диабло. Так что любому фанату она точно понравится. Каждый желающий игрок Armored Warfare может наполнить Танкопедию. Представители игры Armored Warfare решили поддержать онлайн проект Танкопедия. Поэтому они подготовили награды для тех, кто пожелает принять участие в данном деле. Что касается самой Танкопедии, это образовательный уникальный интернет проект, который был создан Уралвагонзаводом. На страницах этого ресурса каждый желающий может узнать много чего полезного о танках и танкостроении. Найти можно все, начиная от самой теории и заканчивая конструкцией бронетехники. Уже сейчас эта неповторимая энциклопедия насчитывает более 2300 статей и 14 тематических разделов. При этом она является абсолютно свободной, что тем самым дает возможность игрокам принять участие в наполнении этой виртуальной энциклопедии. Кроме этого игроки Armored Warfare смогут найти на просторах этого ресурса еще и полезные советы, которые несомненно помогут в бою. В качестве вознаграждения игроки получат уникальные медали, но уже на официальном сайте игры Armored Warfare. Европейская версия Fatal Frame 5 получит демо-версию. Европейская часть компании Nintendo сделала парочку заявлений, которые, кстати, касаются всеми горячо ожидаемых поклонниками Project Zero Maiden of Blackwater. И, пожалуй, из всей опубликованной информации, самая интересная оказалась та, которая касается платной части Project Zero. Как известно, этот хоррор на Западе известен больше в качестве Fatal Frame, причем после того, как игра перешла под крыло компании Nintendo. Она вообще выходила лишь в пределах Японии. В любом случае, идея игры теперь заключается в том, что игрокам, которые хотят поиграть в данную игру, будет доступен лишь пролог и первые две главы. Причем эта часть игры будет доступна абсолютно каждому пользователю Nintendo eShop. Но уже после того, как данные эпизоды будут пройдены, игроку предложат прикупить полную версию игры. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok